да друзья вы видите в наш офис пришла большая коробка которую никто не собирается вон там немножко передвигают мебель и вниз нелегко было затащить вот сейчас так значит вот пришла большая коробка в этой коробке лежит кресло кресло массажное вообще нам предстоит некоторая работа на по изучению по изучению по монтажу вот доставка бесплатная я могу сказать нам такой дел был хороший достатка бесплатная кресло инструмент кресло мы взялись по хорошей цене там с дискаунтом замечательным но в общем то теперь вот будем осваивать я от рапортую как чего вот картон понимаешь тут поролон понимаешь тут а вот и креслица сама но это но еще в таком странном виде таком откинутом не не до собранном никто нам его не собирал привезли бросили ящик мужик я только по доставке итак друзья мы нашли жертву жертву зовут юля она будет первой в этом кресле так это выдвигается внизу так на пульте управления ножки туда можете вставить туда внутрь вот сюда упереть да упереть вот так так меня взять потому что у меня 34 размер это не страшно так теперь сергей на этом пульте что-то выбирает какой-то режим чего выбирает там там много чего есть ага немножко 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 от опрокидываем руки засовываем сюда да там такие карманчики там аж вот сюда максимум да да давайте браслетик просто рукой что-то руки-то засудите и вас там будет по рукам тоже тоже массировать. Вот так. Ну что? Пониже ее. Удобно голове или что-то мешает? Можно пониже. Отлично! А кто споет колыбель? Кресло само споет. Да, кресло стереофоническое. Ну так и что в итоге? Запускаем небольшую программку. А там есть, как бы сказать... Да, программ разных много. Мы сейчас такую коротенькую запустим, которая как бы... Заранее уже там сделана. Так, Юля, рассказывайте что происходит. По спине? По спине идет? Да, оно шло по спине. Оно мне немножко вперед как бы... Я слышу крикит там что-то. Ага, я думала оно так зафиксирует, а оно просто так массажирует. Оно идет туда-сюда. Но я слышу тепло. Как слышу? Ушами что ли? Чувствую. Чую. Так. О, сейчас меня начинает бить легко. Так. Чтобы она расслабилась, а то у нее ноги в коленках. Да, я вижу что у вас под головой она потряхивает. Подождите, а вот там где ноги? Там ничего не происходит? Дойдет еще. Наверное будет еще больше. Так, сейчас меня целлюлит массажирует. В какой месте? На этих бедрах. А, с боков пошло? Ну, пошли ноги. Так, вот тут чего-то пошло. Боже! Ой! Мне руки придавило. Чтобы не вырвалось. Подождите, подождите. Но вот то, что она по ногам делает, это оно металлическими штучками или это оно воздухом? Слушайте, но мне не нравится, потому что руки мне очень сдавили. Так и надо. А, да? Да. Так, в ногах что происходит? Шариками крутят? Да, шариками она по бокам и снизу. А снизу по стопе идет? Снизу по стопе, снизу на пятках. Так. По бокам. Это вас потряхивает, потряхивает. Вы такую цыганочку такую. Почему? Почему? Боже! У нас тут такие червички зимние там остались. Как будто вы тут, я не знаю, с полярного круга приехали. Но пусть я демонстрирую, что происходит соответственно. Давай смотреть, что происходит. А, таки да. Он сейчас показывает, какие точки массажируются, какая программа. Подминивают, подминивают. Сейчас ноги классно так. Ноги классно его массажируют. А почему он так? Именно внизу. Так и надо, потому что массаж рук будет. Шариками такими гоняют, да? Да, сейчас типа идет массаж как бы вот. Вы прям как специально так оделись по-спортивному. Да. Как из джима. Я смотрю у вас там еще под головой тоже там что-то ходит. Оно немножко так, как будто такими маленькими волнами. Ну там здесь комбинированный массаж идет, релакс какой-то там. Еще чего-то, еще чего-то, я еще все не вычитал. Тут есть мэйл. Как называются руки. Так. Тут серьезная книжка и там все расписано. Это автоматические программы, а здесь пошла ручная настройка. Слушайте, а может вот эту надо поднять? Которую? Ручки поднимаются. Может быть, да. Вы видели? Потому что оно очень давит, мне кажется, что нужно поднимать. Поднимаю. Ну, как удобно. Я думаю, что вы их просто не допихнули до конца руки. Я не допихнула, потому что я не допихнула. Ну да, да. Жанна, ты видишь, что делаю? Студенток в QA продвигаем. Начинают немножко руки мне там, кисти рук. Захватывают. Сейчас я вошла в роль цыганка. Она так разошлась, плечами. Тяк-тяк-тяк-тяк. Она меня бьет. Как ноги. То есть она именно слева направо. Вы знаете, ноги самая классная часть. Могу сказать, что я в магазине, когда мы покупали, я тоже вот так сел и минут 15 посидел. И действительно, ноги были что-то балдежное. Потому что оно, самое главное, снизу еще по ним катало. Вот видно, что оно так слева-справа поджимает. Воздушная подушка вот эта вот. Оно еще по ступне там. Да, да. Оно еще по стопе здорово ходит. Мы специально, друзья, взяли кресло большое. Потому что там были такие, в которых наш Сергей бы уже не поместился. Надо было бы на Сергею пробовать. Да. Вы какого роста, Сергей? В сантиметрах? В сантиметрах. 195. Ага. Ничего себе. Вымахал, да? Да. Ты такой, ни в одном окопе такого не спрячешь, что ли? Полметра выше меня. Мне, когда проходил медосмотр, сказали, в любые войска, кроме танковых. Танк такой не придумали, куда я влезу еще. Ну, это удобно. А я, знаешь, когда проходил это, в школе еще учился, меня приписывали в военкомате. Там куда-то меня приписывали. Приписывали. И мне там встает такой полковник. У него значок такой. Сколько у него прыжков? 500, что ли? Не знаю. Десантник. И говорит, все, будешь при твоей стате. Он еще фразовый сказал. Он говорит, при твоей стате только в десант. И я говорю, мне бы к технике ближе. Я говорю, так. Он, знаешь, как обиделся. Он говорит, ты что же думаешь, мы технику не сбрасываем. Мы танки сбрасываем. И я представил себе танка, который сверху сбрасывается. На парашюте. В общем, думаю, надо поступать боясь тут, иначе добром это все не кончится. При моей стате. Мне кажется, вам для видео нужно было взять кого-то с большими верховыми габаритами. Было бы эффект. Не прибедняйтесь. Не прибедняйтесь. Вот. Все очень хорошо. Мы же демонстрируем кресло, а все остальное это бонус. Так, ну она мне руки там сжала, ноги она дальше. Ну ясно. Ну явно я цыганочка такая. Ребята, чтоб посмотрели. Сейчас целлюлит должен массажировать. А откуда в таких молоденьких целлюлитах ты господи? О-о-о-о. Еще один. О, сейчас нет. Не дожили, не дожили еще. Ну такой целлюлит нарастет. На чем? На сале и на свежине. Свежина это что? А свежина, да, что ли? Свежина это свежезаколотые кабанчики. Приготовленное мясо свеженькое. Сразу же. Где же вы такое найдете-то? А? Тем более в Америке. В Америке нет, конечно. До Америки. А вот тут сало есть? Да. Есть сало? Да, я находил. Я нашла в Калинке очень вкусное сало. Это русский магазин? Угу. Где-то в Санозе где он? Да. И реально такое вкусное. Я тоже слышал про них, что там сало хорошее. Хорошее, хорошее. Может съездить что ли? Кошерное? Да. Почти. Да. Так. Ну что же, а на сколько времени там у нас? Вот сейчас практически заканчивается. Еще буквально минутка и программа должна закончиться. Все, а теперь спать. Как спать? Он теперь только учиться, учиться, как завещал великий Ленин. Учиться, учиться и учиться. Но там они хотели, знаешь, к чему учиться? К коммунизму. Сейчас он восстановлю. А мы будем учиться тестированию программного обеспечения, что гораздо менее деструктивно. Так. Ну, подожди. Он должен ее отпустить как-то он ее должен? Да. Сейчас руки меня отпусти, потому что она меня... Вот сейчас он восстановление, ну, говорит. То есть он должен вернуть кресло в исходное положение? Ну, как бы спустить подушки и... Ну. И как бы выровнять... Я вот не вижу, например, на ногах, чтобы как-то ее отпустить. Не, она не будет как-то выезжать. Все, теперь можно выходить. Ну-ка, ноги вынимайте. Вы не выходите? Да, они спокойно должны выйти. Очень легко там. Ага. Вот такая вот. Спасибо за массаж. Ну что, ну нормально? Так, ощущения хорошие? Нет, классно. А вот тут вот на холке было что-то? Вот тут? Ну, я не могу... Может, есть какой-то посуровее реже, потому что вот этот очень вот такой деликатный на шею. Ну, наверное. Да. Вот, друзья, мы осваиваем новую игрушку нашего офиса. Да. Вот, если там педагог какой-то будет в тяжелом положении или просто хочет кайф получить, мы его сюда. Счастливо. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!